Райка росла сиротой, чуть ли не в чулане у родной тетки, и была из тех девушек, при первом взгляде на которых у парня не возникает никаких эмоций, разве что мысль пробегает. Простушка, ни фигуры, ни лица, с такой только в лес за дровами. Девушка действительно выглядела чересчур полноватой, высоковатой для сельских мест, с круглым лицом и узкими глазами, с белесыми ресницами. На событиях, будь то сбор свеклы, либо прополка картошки, кавалеры пускали все свои силы на покорение красавиц, пытаясь охмурить улыбчивых прелестниц. Но отчего-то вдруг меняли свое мнение, уже через пару часов трудового общения, переключив внимание на серенькую Райку. Представляешь, как увидел ее, даже не приметил, показалась простенькой, неинтересной. Сам не понял, как спустя час только Райку одну замечал и дивился, как сокровище такое пропустил. Это говорил Степан, теперь уже муж Раисы, что без раздумий оставил свою первую невесту, плачущую на взрыв, Катьку, одну из передовых прелестниц на селе. Позабыв о ее густых светлых волосах, о крыленой подготовке к свадьбе с Раисой, сидел в тени яблони, в страхе сжимал пухлую ладонь новый возлюблен. Коля, не эта картошка благословенная, не повстречал бы тебя никогда, душенька моя. Бабы судачили, мол, неспроста лучший тракторист от дурнушки голову потерял. Как пить дать, колдует по вечерам. Да и тихая такая, глядит молча, будто задумала, чего дурного. В любовь нежданную не верили. Все казалось неправдой, что он мог так скоро позабыть про Катюшку свою звонкую. А Раиса любить умела, как ни крути. После свадьбы с огромной радостью перебралась со своей темной коморки в село к мужу. И, не обращая внимания на косые взгляды соседок, принялась дом свой обустраивать. Уж как хорошо она за мужем смотрела, как бережно к нему относилась. Живо болтушки своей рты позакрывали. Как ни глянь на Степана, всегда с иголочки одет, чистенький такой, опрятный, стал после женитьбы. Даже вихры непослушные стали мягко на один бок ложиться. Рубаха кипенно-белая. Калоши блестят, как ясное солнышко. Даром, что на тракторе работает целыми днями. Как обед настанет, Раиса буханку свежего хрустящего хлеба сложит в корзинку. Туда же сливок густых, еёц, пяток, картофеля отварного, щедро маслом политого. Да, одёжку на смену. И, бросив все свои дела, торопится к Стёпушке в поле. Как кино настоящее смотрели мужики на товарища своего. И что греха таить, завидовали украдкой. До того необыденной картины казалось. Раиса, словно кошка ласковая, нежно обнимала при встрече мужа, макушку целовала. Рукой под солба ему вытирала, нежно так, любовно. Пока он со вкусом жевал обед, заботливо приготовленный, смотрела на него, словно на божество, от умиления слезинки вытирая. Как уходить соберётся, снова прильнёт к Стёпке. Голову на плечо приложит, губам прижмётся своей щекой. Невиданное дело, такие нежности на людях показывают. И велит переодеться в свежее, помогая ему скинуть пыльную рубаху. Довольный принимался за работу снова мужик, на своих товарищей поглядывая горделиво. Мол, сам такой хороший, и жена досталась ему золотая. Одну омрачала жизнь влюблённых. Кот жили, другой, а деток им небеса не отправляли. У других ровесников уже вторые, третьи ребятки появлялись, а у них хоть бы хны. Уж как страдала Рая, сердце сжималось от боли на чужих детишек глядячи. Да и Стёпка знамо дело, хотел познать это счастье. Но и тут Раиса рук не упустила. Пуще прежнего за мужем догляд устроила. Сон его берегла, разносолы разные для него училась делать. Хоть как-то мысли грустно и отвлекать. А по вечерам к матери его ходила, по хозяйству помогать, женские дела делать. Но, видно, перестаралась Раиса своими хлопотами, разбаловала мужика. Спустя лет пять брака спутался Степан со своей прежней любовью, Катька, уже замужней. Не остановила их, что у ней уже сынишка бегал трёхлетний, и муж, любящий до беспамятства. Через всё переступили. Чуть ли не в открытую друг дружке бегали. Добегались до того, что Катька беременна оказалась. Да так, что к мужу не припишешь дитя. Тут уезжал далеко, на несколько месяцев к брату. Помогал дом строить. До этого пора страдная была, не до нежности. Вернулся мужик, а тут такой подарочек от Катеньки, любимой. Простил он изменщицу. Степке пару раз по уху влепил, да и пошла у них жизнь прежняя. Раиса, как полагается, обо всём узнала, только выглянув в окно, на крики мужнин, когда муж Кати дубасил Степку прямо во дворе, выкрикивая всю историю душешипательную, от начала до конца. Тут же её ноги подкосились. Заплакала горько. Так просидела в слезах до самого вечера. На речи виноватые мужа внимания никакого не обращала. Он уж и так, и эдак, и на колени перед ней. Не знает, как подход найти. Сам на слезы перешёл. Бес попутал, Раинька. Сам не понимаю, как пошёл на такое. Видно, нечисто из пути сбила. Без тебя не смогу жить, душа моя. Слегка успокоившись, посмотрела на мужа. И в глазах будто что-то загорелось. Вскочила прямо так, в платье простом, лицом неумытым. Побежала из дому. Степан плечи опустил, вздохнул, проклиная себя за минутную слабость. К матери убежала. Меня бросила, горемычного. Ну и под делом не дураку. Ходил, ходил по дому, не зная, с чем себя занять. Всё из рук валилось. Мысли убегали от дикой тоски грядущего одиночества. Только схватился было за бутылку, на запас для гостей приготовленную. Как в дом вошла рая. Плюхнулась на скамьё и руками развела. Не дали. Прогнали меня и обругали. А ведь я как лучше хотела. Ну зачем они? Стёпушка, сходи сам, уговори Катьку. Опешил Степан. Не знает, что и думать. Что несёт его душенька? Уж не умом ли тронулся от переживаний? Оказалось, всё просто. Надумала рая у Катьки ребёнка, ещё не рождённого, выпроси. Думала, мысль хорошую придумала. Радостная побежала. И давай в ворота бывшей сопернице стучать. Катерина, Богом молю, отдай дитя это. Как на свет явится, вырастим как родного. Ещё больше любить станет. Для мужа твоего всё равно чужой он всегда будет. А Стёпка отец родной всё же. У вас ещё много народится. А этот у нас будет один, как цветок вырасти. Катерина с грустью поглядела на мужа сердитого. Голову опустила, не зная, что сказать. Всё ещё опасаясь, что он обиду держит. Согласится сейчас с Райкой. Отнимет у неё ребёночка. Но мужик грозно вышел на крыльцо. Махнул Райке. Вроде как прогоняет. Уходи, Раиса, не доводи до греха. Это тебе не кутёнок, чтобы туда-сюда его таскать. После этого случая Степан готов был Рая пяточки целовать. За то, что простила его. Словом, больше ни разу не попрекнул на эту тему. Обещал к врачу свозить хорошим и в город. Как только попутка найдётся. Рая даже поверила, что чудо может свершиться. Что всё же суждено счастью быть. Но не сдержал Стёпка обещаний. Позвал его сосед в баню, только что натопленную. Да, видно, не доделал дело как следует. Закрыл раньше времени. А Степан под руку попался. По пути с работы шёл. — Здравствуй, Степан. Как поживаешь? — Ну, здравствуй, сосед. С божью помощью. То тут, то там. Пойдёт. Иду вон с поля, грязный весь. А баня только в субботу. — Так моя же сегодня топлена как раз. Только вот закрыла. Иди ополоснись, попарься. Воды не жалей. Там всем хватит. Угорел Степан в бане соседской. Даже не пытался спасти себя. Как сидел с веником в руках на скамье. К полку прислонившись. Так и остался. Только головой к стене уперся. Видно, даже не понял, какая беда с ним приключилась. Раиса сначала и плакать не могла. В пустоту неделями глядела. Не находилась сил. И стакана передвинуть от горя неподъёмного. Кое-кто нашёлся и позлословить охотник. Мол, печётся баба о том, что одинокая осталась. Безмужняя. Мечты о детях и подавно придётся позабыть. Эта Стёпке кара небесная пришла за то, что её обидел шибко. Прокляла его в душе. Вот и исход. Да, кому нужна теперь будет бедняга? Не особо молода. Глазу зацепить негде. Так ещё изъян имеется. Не сможет сына родить. Ровно год прошёл, как снег на голову новость для деревенских. Раиса замуж снова вышла. За вдовца городского. Да не простого, а за интеллигента настоящего. И сфера искусства. Пальцы тонкие, очки на носу. Серьёзные. И речу умные вёл, что полдеревни, открыв рот, слушали. Приехал он к сестре погостить. Дочери пятилетней деревне показать. Воздухом подышать. И с интересом наблюдал издалека за местными. Сестра, видя интерес мужчины, шутку на Райку указала. Мол, гляди, баба одинокая, хорошая. А он сам не понял, как решился на шаг серьёзный. Заприметив сельчанку задумчивую, с загадочной грустью в глазах, загорелся. Чуть ли не через пару встреч мимолётных позвал Раису в город. Там и расписались скоренько. Всю свою любовь нерастраченную, скопившуюся за жизнь бездетную, обрушила женщина на девочку маленькую. А мужа второго, благодарность за желанное счастье, готова была сама на руках носить. Влюблённый мужчина долго ещё писал из города сестре свои письма с благодарностью, что позвала его в деревню, встречу ему с такой доброй и светлой женой сообразила. Уж до чего ласковая Раиса, нежная, приятная, дом в чистоте и готовит шибко вкусно. Ребёнок залюблен, а я, словно царь в своём царстве, живу. Всё в новой семье хорошо было, складно, на зависть другим. Чудно было Раи наблюдать, как Боря слегка под шофе с работой возвращался, и как артист в любви жене своей признавался, хоть в тетрадь записывай и в книгу отправляй. Ей, простой сельской труженице, всё не верилось, что слова прекрасные он именно про неё говорит. «Роза ты, моя нежная, бутон блоглухающий, майская роса на траве муравей, дымка предрассветная, надежду ты мне на счастье подарила и душу забрала на века». Пока Раиса краснея от смущения расплывалась в счастливые улыбки, позабыв про былые неурядицы, Борис доставал из серванта красивый бокал, наливал вина и говорил, говорил о своей любви, пока не засыпал на крепком плече любимой. Знала бы она, чем это всё обернётся, тут же отняла бы у мужа бутыль, без сомнений, вылила бы всё без жалости, да поколотила бы все запасы. А ежели бы умела время вспять перевести, то и Борьку бы как следует проучила бы, и жили бы они до сих пор дружной и крепкой семьёй. Не заметила она, в какой момент Борис без вина уже и жить не мог, не буянил, не дрался, как деревенские, до поросячьего визга не напивался. Всё было чинно, культурно, отчего же переживать. Вроде вот, только хороший, нормальный мужик был, а тут раз и в алкогольных ликозапойного за пару лет превратился. Принялась выхаживать с раем мужа, по больницам возить, лечить от недуга, не бросать же родного человека в беде. Столько лет счастливых он ей подарил, столько радости принёс, может, даже к жизни вернул. Пытался он на путь истинный встать, честно, старался, но спустя время снова срывался, в ум с головой кидался, пропивал всё, что руку попадалось. Пару раз, бывало, последние деньги из дома тащил, которые Раиса тяжким трудом добывала, имея только восемь классов образования. Дочь уж насколько любима была, ничем не обделённая, устала вдруг от жизни такой. Одним днём ногой топнула, ультиматум поставила, считая себя вправе это сделать в свои пятнадцать лет. — Тётя Рай, ты либо давай его отдавай в диспансер, либо я к маминому брату перееду жить в Москву. Все нервы уже измотал, надоело. — Ну как же так, дочка, папку родного? Его же там обижать будут, пичкать с ерундой. Голова у него совсем отключится. — Погоди немного, вот накопим, летом за город съездим. Всё наладится у нас. — Ой, знаю я, как наладится. Пропьёт он твои накопления, и не волнует его, что мне учиться надо, питаться хорошо. Но себя посмотри, тётя Рай, халат себе купить не можешь. Давай квартиру продадим, купим поменьше, хоть поживём нормально. — Нет, ты что, Боря своё здоровье оставила на квартиру эту. Хотел тебе её оставить, большую, в центре. Уехала девочка, хлопнув дверью, даже не сожалея о разлуке. Не попрощалась толком, добрых слов не нашла. Вот что значит неродная кровь. Так сокрушалась Рай, переживала, что не случилось с ней такого счастья. Как же она мечтала матерью для неё стать, баловала, трудом никаким не нагружала. Самые лучшие игрушки и вещи с Борей покупали. Когда Борис умер от приступа сердечного, тут же приехал дядя и его дочери. Живенько велел Раисе возвращаться в деревню, свою квартиру освободить. Без обиды и злости собрала свои вещички. Напоследок решила бы с больницы попытаться крестик в Борькин забрать, хотя бы на память, чтобы что-то осталось. Понимала, конечно, в душе, что вряд ли будет ещё что-то значимое её в жизни, неполных сорок лет. Крестик не смогла забрать. То ли сёстры, медсёстры потеряли, то ли себе забрали. Бог им судья. Не успела даже взмутиться толком. Заметила, на скамье у самой больницы сидит мужик незнакомый, лет пятидесяти, и на свои ладони смотрит. Так отчаянно, будто всю свою жизнь пытается там разглядеть, увидеть надежду или смысл какой. Разговорились. До самого вечера делились своими судьбами, даже имени друг друга не узнав. Раиса словно ждала момента. Кому можно душу свою открыть, волей поделиться? А Толик искренне слушал, и на лице его отражалась неподдельная мука, будто он сам все эти испытания испытывал, а не рая. Выслушал женщину, кивнул в поддержку, и рассказал, что помотала его тоже судьба как следует. Переболел туберкулезом, вроде бы даже отпустила эту хворь. Так теперь другая болячка, еще хуже. И жить ему осталось год максимум, и то при должном уходе, и образе жизни щадящим. Вот такие пироги моя красивая. Обманул. Четыре года еще прожил Толя. Не смогла рая оставить его одного. Деревню к себе забрала, как за ребенком смотрела. Толя тоже в долгу не оставался, и дом в порядок приводил тихонько. Новую печь в доме поставил, из старых кирпичей. А вечерами народ деревенский по-доброму веселили. Шли по улице за ручку, словно школьники влюбленные. Она для него баню собственными руками поставила из шпал железнодорожных. А Толя ей цветы полевые с утра раннего собирал, чай заваривал, с работы ждал, ужином горячим, с порядком. Рая тайком делилась с соседками близкими, мол, сколько мужей по молодости было, а любовь настоящую только с Толей познала. Поняла всем сердцем и душой, вдруг чувство это сладкое, чистое. Впервые на похоронах плакала на взрыв, не в силах на ноги подняться. Понимая, что небеса и так ей отсрочку хорошую дали, позволили за четыре года целую жизнь прожить, полную, прекрасную. Она плакала целый месяц, и соседки за ней присматривали, чтобы она не навредила себе. И не каждому человеку выпадает стойко страданий. Но однажды, спустя примерно месяц, ранним утром она выбежала на крыльцо, босиком, и, глядя на небо, звонко рассмеялась, как колокольчик. Этот смех испугал сонную старушку, соседку, которая ночевала рядом с ней, заставил креститься, как в последний раз. — Ох, корешки наши тяжкие! Умом тронулась бабонька, не сдюжила столько горя на плечах. — Пойду, позову кого, детонька, не озарусь, смотри. — Бабушка Таня, не сошла я с ума, не бойся, благословение на меня нашло. Баб Таня! Молодая женщина обняла пожилую, все так же смеясь, и, напевая песенку, выглянула в окно, закрыла глаза от наслаждения и шумно вдохнула свежий воздух. — Не зря весь этот путь прошла, я, Баб Тань, не зря! Ребеночка мне оставил Толенька, не смог просто так меня оставить. Любил так крепко и до сих пор следит за мной, радуется, что вышла его задумка. Растила Мишку Раиса как царевича, все ему позволяла, не бронила, хвалила за любую мелочь, обещая достать ему все жизненные блага, любым путем, не позволяя никому голоса на ее сына поднимать, а уж замахиваться, как на местную ребятню, и подавну. Односельчане, конечно, ругали женщину, обещая, что мальчишка вырастет баловнем и головорезом, что покажет еще матушке, почем фунт лиха при таком воспитании. Мишка же рос совершенно домашним ребенком, на удивление добрым и отзывчивым. С малых лет около мамки все ходил, помогал по-своему, корову встречал, доил, полы мог запросто помыть, воды натаскать. Учился на одни пятерки, с большим интересом, чем сильно радовал свою мать, к наукам не склонную. С товарищами особо не таскался по улицам, не желая маму одну оставлять, тасковать и переживать за него, вызывая благодарные вздохи старушек. Видно, Бог сжалился над Раисой, сына послал хорошего, не век же человеку мучиться и страдать. Когда Мишке лет семнадцать стукнуло, стали уже посмеиваться некоторые, что за юбку держится пацан слишком, словно девчонка сопливая, мол, на такого жениха не позавится ни одна нормальная девушка, кому охота с таким мужем жить, который матери в рот заглядывает целыми днями. Но до свадьбы не дошло. Разом все продала Раиса, сына забрала и уехала в город, чтобы Мишку в институт пристроить. И тут ее пытались отговорить от глупости, пророчили им бедность и лишение в городе, мол, кому нужны нищие, неотесные люджишки, у них там и своих умников хватает. Затем махнули рукой, нисколько не сомневаясь, что вернутся они в деревню родную, поджав хвост. Но ежели что, приезжайте, не думайте. Найдем мы вам тут хибарку, может, кто и пустит на постой, не дадим пропасть односельчанам. Соседки потом часто представляли, сплетничали с печалью, как пожилая женщина и ее совсем молодой сынок, совершенно не приспособленный к жизни, бродят в обносках по улицам, побираются. Женщина лет 75, может, чуть больше, в шубе хорошей, в кольцах, такая элегантная, прошла в кассу. Кассир Наталья внимания не обратила. Конечно, мало ли богатеек по банкам ходит. Заглянула в расходник и обомлела. Раиса Алексеева, по мужу второму была. В паспорте село Благодатка, ее родные края. Совсем еще молодая Наташка была, когда после универа с мамкой жила. Тогда Райку провожали всей деревней. Хорошо помнит она ту односельчанку. Все хорошо оказалось у Раисы. Мишка ее отучился, дальше по части своей пошел. В свои 30 лет уже опытный хирург, важный человек, умный очень. Квартира есть, машина, женился совсем недавно, буквально на днях отцом стал. Наташка, я же поэтому проценты со вклада снимаю, хочу невестке серьги в подарок купить за то, что порадовала меня внучкой. А то думала, уж не дождусь я этого счастья. Дорогие слушатели, вот такая настоящая история случилась с Раисой. Сейчас ей уже 76 лет. Как она сама говорит, Бог не дал красоты ей, но отсыпал счастье. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok